Привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, снизить смертность и травматизм на дорогах, а также в очередной раз обратить внимание участников дорожного движения на необходимость взаимного уважения, соблюдение правил дорожного движения, повышение водительской культуры. Вот зачем, несмотря на холодный день, собрались эти юноши и девушки, участники 6-го и 9-го лицеев города Одинцова. В руках собственноручно изготовленные плакаты, отражающие суть и цель Всемирного дня жертв ДТП. Дети вышли на самую оживленную трассу города, чтобы напомнить, дорожное происшествие убивают миллионы людей ежегодно. Только за 9 месяцев текущего года на дорогах Московской области погибло 22 ребенка. Это целый класс, то есть почти столько детей, сколько пришло сегодня к Георгиевскому собору, олицетворяя мысль, что те, кто не вернулись домой, шли пешком, катались на велосипеде, ехали в машине и не предполагали возможности неожиданной гибели под колесами машины. В большинстве своем это молодые и здоровые люди. Ущерб огромен, трагедия неоценима. Организаторы Одинцовской акции, ГИБДД Одинцовской, 10-й батальон ГИБДД, Всероссийское общество автомобилистов, Одинцовское управление образования, Одинцовское благочиние, да и просто прохожие, присоединившиеся к происходящему, напоминают. Дети и молодежь требуют к себе особого внимания в силу недостаточных навыков и опыта поведения на дороге. Конвенция ООН о правах ребенка утверждает, что неспособность защитить детей на дороге – это нарушение их прав на безопасность и жизнь. Инспекторы Одинцовского ГИБДД постоянно организуют просветительские встречи в школах на предмет обучения молодежи правилам поведения на дороге, а подобные акции, как экзамен. Надо нанести до людям то, что игры с жизнью – это все-таки вещь серьезная, и даже, если можно назвать такими жертвами, стоять на морозе ради такого – это ничего. Для того, чтобы люди понимали, что нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что накануне жизнь человека стоит, погибают люди, и всегда это невинные люди. Многие люди за рулем просто пьяные едут и не думают о том, что идет, например, женщина с коляской. Юные участники акции вместе с инспекторами ГИБДД предлагают водителям и пешеходам листовки и буклеты, информирующие о сути происходящего и значении профилактики трагедии на дороге. Традиционно Всемирный день памяти жертв ДТП включает панихиду в храмах благочиния по погибшим в авариях. Нынче это благослужение возглавил настоятель Иоанна Притеческого храма в лесном городке священник Сергий Макеев в сослужении диакона Сергия Сахарова. Присутствующие на панихиде подали записки с именами родных и знакомых, погибших в автокатастрофах. За каждого в отдельности и всех вместе вознесли молитву сотрудники ГИБДД. Именно им ежедневно приходится видеть смерть на дорогах. Нередко их коллеги гибнут под колесами нарушителей установленных правил. Трудно найти слова утешения, но можно молиться за упокоек душ. Сам Господи, упокой души усопших рабов твоих, всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Два раза в год приходят сотрудники ГИБДД в храм Соборна. В ноябре, во Всемирный день памяти жертв ДТП, и в мае на Николу Летнего, покровителя всех путешествующих, чтобы почтить память погибших коллег и привлечь внимание к обостряющейся с каждым годом проблеме безопасности дорожного движения. Берегите себя, берегите свои жизни и берегите жизни маленьких пешеходов и пассажиров. Может и возникнет у кого сомнение в целесообразности и эффективности подобных акций, но их необходимость написана кровью погибших под колесами. Жертв легкомыслия, самонадеянности, незнания правил невнимания взрослых. И пока бегут по нашим дорогам машины, актуальных подобных мероприятий снизится ли? Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.